Друзья, здравствуйте! Продолжаем читать книгу святителя Феофана Затворника «Наставление духовной жизни». Под главку «Руководство в духовной жизни» это как такой глоссарий, который содержит его избранные письма в алфавитном порядке. Буква Е – ежедневное исповедование грехов и принятие святой воды. Мысленно исповедовать Господу грехи свои на всякий день надо и всякую молитву вообще делать покаянную. Просмотрите просительную Ектинью, там стоит прощение и оставление грехов просим. В ответ следует припоминать грехи свои и с тем воспоминанием возглашать «Подай, Господи!» И воду Богоявленскую можно пить хоть всякий день. «Видел я в обители святого Саввы, что в лице Иерусалима, что братья после каждой литургии получают антидор и запивают святой водой, которая водосвятна. Водосвятный Вазис всегда стоит в церкви на своем месте». Выпуск 3, письмо 523, страница 217. Еле освящение. Над кем оно должно совершаться? Об еле освящении священник правду говорит, но я не помню, нет ли каких исключений. Для отходящего не столько потребны еле освящение, сколько исповедь и причащение. Еле освящение идет больному, чающему выздоровление. Оно не есть напутствие на тот свет и врачевание для всей жизни, чтобы пожил в покаянии. Выпуск 8, письмо 1329, страница 85. Ж. Жизнь духовная, душевная и плотская. Их противодействие. Как овладеть собою? Как владеете в одном, так и во всем старайтесь владеть собой. Ведь не распущено же вы так, что уже ни в чем совладать собой не можете. Так вот, как владеете в чем-либо собою, так и во всем поступайте. Нудить себя надо. Так Господь сказал, уверяя, что только нудящие себя восхищают Царствие Божие. Нудящие – это употребляющие усилия над собой. Желаете Царствия, нудьте себя. То есть, одолевайте себя и насильно тяните в Царствие Божие. Вы себя изобразили такой ленивицей, что из рук вон. Конечно, вы ленивы только на духовное. Молиться, себе внимать, памятовать о Боге, смерти и прочее. Вы когда-то писали, что прочитываете книжку «Что есть духовная жизнь». Там изображено, что у нас три яруса жизни – духовная жизнь, душевная и плотская. Последние две эгоистичны. Первая требует самоотвержения и в начале и в продолжении, и в каждом деле. Отчего душевная и плотская жизнь идет без особых жертв? От того, что потребности их желаний, предметы удовлетворения наглядны, осязательны. Привыкши к этой осязательности, мы становимся неподвижными к предметам отрешенным. К ним душа холодна и тем паче плоть, а к своим предметам они жарки, горят вожделением. Однако же процедура желания одинакова. И в духе, как и у них. Душа знает, что доставит ей тот или иной предмет и тянется к нему, желая вкусить от него сласти. Перенесите это к духовному, надо узреть и хоть предположительно увериться, что от того или другого духовного предмета или дела будет такое благо, утешение и наслаждение. Если благо сие было испытано хоть однажды, то тут уверенность будет не предположительная, а действительно истая, на опыде основанная. У нас, я полагаю, это последнее есть. Извольте теперь становиться на это твердой ногой всякий раз, как одолеет леность. А это тоже, что душевного и плотского хотите, а духовного нет. И понапрягитесь немного восставить ощущение испытанного уже блага от духовного дела, от которого теперь отвлекает леность. Как только это успеете сделать, душа уступит, ибо она бессильно стоит против духа. Если вы припомните духовные ощущения, то не можете не осознать, что эти ощущения, как небо от земли, стоят выше душевно-телесных. Поэтому превосходство уже испытанному и слабый свет духовного ощущения отталкивает всякое душевное и силенно влечь в себе сознание и произволение наше. Вы так изображаете, что у вас низшая сторона берет вверх над выше, будто по какой-то необходимости. Если берет, вы виноваты от того, что не делаете, что должно, или ничего не делаете, чтобы она не взяла вверх, а оставляете тещи вашим расположением, как текут без управления. Помните басни Крылова «Васька слушает и ест». И более того, оставаясь своим произволением на их стороне, вот и возьмите в закон, как только нападет леность на духовное, восстанавливать ощущение блага от него, переходить на его сторону, произволение грешительно, безжалостно к себе в том убеждении, что иначе в царствие не попадешь. Требуется маленькая борьба, но к ней всякий способен, и вы больше многих. Так не извольте вилять, дух бодр, плоть немощна. Бросьте плоть, идите к бодрому духу, и все пойдет добро. Пожалуйста, возьмите во внимание, что пишу. Если будете все так поступать, как пишете, впадете в равнодушие к делу спасения. О таких душах сказал Господь, имам изблевати. Спаси вас, Господи. Выпуск 6, письмо 952, страница 41-43. Жизненная обстановка и промысел Божий. Если верите промышлению Божию, определяющему участь земную для всякого, так как ему удобнее спастись, то должны верить и тому, что вся ваша житейская обстановка есть самая пригожая вам для устроения вашего спасения. Сколько мне видится, она дает вам полную свободу заниматься своей душой. Это большое преимущество. Уверясь так, Бога благодарите за все и приятное и неприятное. Благодушно, терпя неприятное, немножко приближайтесь к части мучеников. Зато, если роптать будете, не только от этой части далеко будете, еще и ответ дадите. Выпуск 8, письмо 1344, страница 98-я. Житейские дела. Первое. Как их направлять на дела духовные? Теперь за дела. Житейским за житейские, отказавшимся от житейского за небесное. Вы полужитейские и полумерзкие, как посередине сей идти? Друг миру, враг Богу. Стало средине на нет. Между тем, без дел житейских и мерзких жить нельзя. Как же быть? Надо одной стороны касаться, только, видимо, без сердца. Какую сторону для этого избрать? Конечно, житейскую и мерзкую. И она тогда по духу перестает быть такое. Выпуск 8, письмо 1388, страница 131-132. Второе. Они могут быть направлены на дела любви. Ум, уж житейские дела без хлопоты смятятся не бывают. Но они могут быть всегда почти обречены в дела любви, терпения и покорности воли Божией. И молитва может держаться в душе в самом исполнении хлопотливых дел. Внимание к себе и терпение. Усклицательный знак. Выпуск 8, письмо 1361, страница 113. Житейские хлопоты. Первое. Что необходимо делать, чтобы житейские хлопоты не подавляли в нас религиозного чувства? Самая большая опасность от неустанных хлопот есть подавление религиозных чувств. Кажется, вы это испытываете. И очень жаль. Совсем охладеть, как вы боитесь, очень можно. Но это не от природы житейских дел, а от нашей оплошности, по которой попускаем себе погрязнуть и мыслями, и чувствами, и желаниями, и заботами в одно житейское. А ведь этого может и не быть. Начинайте все с молитвы. Продолжайте. Затем, переходя от дела к делу, на переходе выгоняйте из души все житейское и будьте с Богом вниманием и чувством, или повторяйте какой-либо стишок из псалмов. Угасание молитвы – очень прискорбное дело. Всякий раз, как оно ощущается, не оставляйтесь его без внимания. Берите книгу о молитве, читайте, углубляясь. Понемножку оживет молитвенное Боговосхождение. Забота об этом помните, и Господа молите, чтобы Он не лишил вас молитвенного утешения. Ничего в человеческих делах без труда не достигается. Духовное же дело не требует напряженнейшего труда, и притом непрерывного. Выпуск 2, письмо 275, страница 128. Второе. Отношение к ним. Вообще без хлопот как жить? И закона такого нет. Самые большие пустынники заводили у себя огороды для овощей, хлопотали, конечно, около них. Надо бы только вести дела, чтобы хлопоты не поглощали, и вдаваться в них не как главное дело, а как в пределок. Выпуск 8, письмо 1322, страница 79. Третье. Как при них содержать внутреннюю неразвлеченность? Как влезти внутреннюю неразвлеченность при хлопотах? Делать дела усердно, внимательно, постоянно и без попыхов. Всякое дело, какое предложат вам делать, принимайте, как самим Богом порученное, и делайте его, как Божия. Мысль и будет с Богом. Этому можно навыкнуть с помощью Божьей. Выпуск 3, письмо 531, страница 228. Забота житейская сама по себе не греховна, греховна многозаботливость. Вас тяготит забота житейская до того, что и молиться не дает. Это вражденное вождение. Как нам нужны кровь, одежда, пища и другие вещи, то нужно и добывать их. Нужно потому и думать об этом, и стараться. В этом ничего нет грешного. Так Бог благоволил устроить нашу жизнь. Но к этому безгрешному враг, подкравшись, прививает грешное. Это непрестанную заботу, которая и голову тяготит, и сердце гложет. Против этой болезни направлены все наставления спасителя, а не попечении. Не пицитесь оба наутрии, утренней бы собою печется. И так далее. Матфея 6, глава 34, стих. На то сие значит, чтобы ничего не делать, А то, чтобы все дело не томилось, не томились излишнюю заботу, Которую ничего не предает, а только томит. Многозаботливость грешна тем, что все хочет сама устроить и добыть без Бога. Тем, что после того научает опираться надеждой на добытое. И на прочие способы свои не исключительно безбожие помышления, А через то и другое настраивает житейские блага, Почитать главные цели настоящую жизнь, Конечная, но простирая помышления о будущей жизни. Видите, какой дух богоборный движется в этой многозаботливости. Возьмите же из всего побуждение к тому, чтобы бороться с всем злом, Как вы боролись бы, если бы враг подошедший внушил вам душегубство. Если не станете бороться, забота совсем вас съест, Останете бороться, она отойдет, Как всякая другая немощь душевная, когда с ней борется. Как бороться? Начинайте и учитесь. Начните, прежде всего, молитву очищать от всей заботы, А потом очистите все дела свои, Так что дела будут у вас идти своим чередом, И заботы притом не будет. Как молитву очищать от заботы? Как только придет забота во время молитвы, Гоните ее, опять придет, опять гоните. И так всегда. Никогда не держите заботы при молитве, Как только осознаете, что она пришла. В этом борьба, увидите плод. Еще пред молитвой положите не предаваться заботе, Если придет во время молитвы, Оградите сим. Утвердите такое намерение разными помышлениями. Увидите плод, только рук не опускайте, Омолитесь. Выпуск 2-й, письмо 287, страница 139 Зло Вечно ли оно будет существовать? Вечно ли зло, или оно будет побеждено? Читайте, что пишется в Евангелии. Придет второе пришествие, Господь и сотворит суд. Праведных ведет вечное блаженство, А грешных выгонит в ад на муку вечную. Добро восторжествует, Но зло не превратится в добро И примет должное воздаяние. Как мы о будущем своему мишкам Познать ничего не можем, То нечего туда соваться с ним. Один бог, владыка веков, ведает то. Он говорит или скажет, Идут сии в муку вечную, А праведники в жизнь вечную. Так бог сказал, Ничего поэтому и голову ломать. Вопрос решен авторитетно. Выпьют. Как так? Вечные муки для временно согрешивших? Они хотят быть филантропнее самого бога, Пострадавшего, умершего на кресте загрешников. Если бы мы, люди, изобрели учение, Вместо было бы возражать. Но когда так положил сам бог, Умерший загрешников, Надо покорно принять то и веровать, Как бы у Мишка наш тут не ершился. Свобода дана воле, Делайте добро и зло решите, Может ли сия свобода ожесточиться на зло, До того, как ни за что не согласиться отстать от него, И зная, что в этом ее пагуба. Что может пример вам сатана? Решите еще, Может ли осатаница человеческая свобода? Сколько примеров не раскаешь у всех грешников? Что же теперь сделать с этими осатаненными? В рай злых принять нельзя, А измениться они не хотят. Остается или переделать их творчески, Или уничтожить. Переделывать нужды нет, И без них много святых, К тому же и материал совершенно испорчен. Остается уничтожить. Но дарование Божие несокрушимо, Не умеет он уничтожать. Прибавлю еще, Что ангел сказал святому Антонию Великому, Антоний, себе внимай, А это дело Божие. Выпуск 2, письмо 266, страница 117-118. Буква И. Иго Христова, как его нести? Взяли иго, тяните, Водушевляясь верную надеждой, Впереди царствие, Дверь в царстве чистоты, Все прописанные труды и дела, Суть средства к очищению сердца. Выходит, что ближайшая наша цель – Чищение сердца, А за ним – царствие Божие, Ибо туда не войдет ничего нечистое. Сие непременно надо держать мысли, Чтобы не губить трудов своих, Примешивая к ним что-либо нечистое. Например, поститься и серчать, Молиться и высокоумствовать, Делать добро, чтобы выказать гуманность И подобное. Понимаете, труды не всегда по влечению, А больше по принуждению. Таков уж закон – Противиться себе в худом И нудить себя на доброе. Сидея и означает слова Господа, Что царствие Божие нудится, И нужницы восхищают его. От этого исследования За Господом есть иго. Когда бы все делалось по влечению, Какое бы было всем иго. В конце, впрочем, приходит, Что все делается охотно и легко. Выпуск 1, письмо 187, страница 215-216. Идиоты. Идиоты. Да они ведь только для нас идиоты, Они для себя, они для Бога. Дух их своим путем растет. Может статься, что мы, мудрые, Окажемся хуже идиотов. Выпуск 8, письмо 1463, страница 217. Извращенный ум Бесполезно вразумлять допустивших извращение ума. Извращенным умом не поддаются вразумления. Вполне разделяя скорбь и тугу сердца вашего, Скорбь да утешит вас. Он один силен отвратить и то, Что так тяготит вас. И молитесь ему. Это одно остается. Он перенесет тугу вашу в сердца тех, Кои причиняют ее вам. И тогда они, если не впадут до того времени в отчаяние, Втрепенутся и справятся. Рассуждать же с ними нечего, Потому что у них ум извратился. Пока человек держит еще здравые понятия, На него можно еще действовать. И когда он потеряет их, И примет превратные, На них нечего действовать, Потому что против здравых понятий У них есть нездравые, Которые, однако же, нравятся им больше, Потому что потворствуют их чувственным страстям. Выпуск 8, письмо 1411, страница 150. Изменчивость внутреннего состояния. Как ее переносить? Вторая у нас неприятность. Жалобы на изменчивость состояния внутреннего. То хорошо, то нехорошо. Иначе не бывает. Все это испытывали и испытывают В разных видах. Надо насмиренно и благодушно переживать это, Не опуская, однако же, рук. И не послабляя усилий В исполнении обычных дел, Несопряженных с духовной жизнью, Что вы и делаете. У вас приходит добрый, Отходит, Находит недобрый и проходит. Этого изменить нельзя, А надо только желанием и исканием Всегда быть на стороне добра. Если бы у нас все всегда было хорошо, Мы заснули бы. Выпуск 6, письмо 962, страница 69. Изъяснение трудных мест из Евангелия. Матфей, 9 глава, 16-17 стихи. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты Из небеленной ткани, Не вливает вина молодого в мехи ветхие. Что этим сравнением хочет сказать спаситель? С теми сравнениями Господь показал, Что строгие подвиги без духа жизни истины Не пользу приносят для нравственного настроя, А расстройству и пагубу. Кающемуся и дается благодать, Которая образуется в нем решимость Угождать Богу, не щадя жизни. У кого есть такая решимость, Того все подвиги впрок пойдут. А у кого нет, Тот, когда иной раз возьмется, Например, за строгий пост, Потянет, потянет и бросит. И жизнь у него после всего Еще хуже бывает. Выпуск 2, письмо 358, страница 227. Матфей, 11 глава, 11 стих. Как понимать слова спасителя, Меньший в Царстве Божием больше Иоанна Крестителя? Ответ. Все отцы под меньшим разумеют самого спасителя, Ибо кто же из рожденных женами Может быть больше всех, кроме его? Меньшим же он назвал себя по степени уничижения, Которую он подъел по воплощению домостроительства. Почему апостол и говорит, Себе умолил? Матфей, 12 глава, 31 стих. Почему хула на Духа Святого Не простится, а на Сына Божия простится? Ответ. Хулить Бога, якобога, невозможно. Бывает все только по затмению мысли о Боге, якобоге. Уничижение Бога, Сына нашего ради спасения Может мешать возревать в нем Бога И похулить его не якобога, а как всякого человека. Дух же Божий, когда являл себя, проявлял осизательно Божескими деланиями, не видеть в нем Бога нельзя. Почему кто хулит его, хулит как Бога, и зато не имеет извинения? Словасии сказал Господь по исцелению глухонемого, А чем явлен перст Божий? В чем явлен перст Божий? И сказавшее о Вильзевуле Изгоняет хулили незвинительно. Почему Дух Святый не мог сойти Во время пребывания спасителя на земле? И почему для людей было лучше, чтобы сошел Дух Святый, А Сын Божий вознесся бы? Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих Вопросительный знак Ответ Это тайна домостроительства нашего спасения. Где нам уразуметь ее? Лучше нам так рассуждать. Так сказал Господь, так было и верно, иначе сему быть нельзя. В Евангелии от Иоанна прежде всего сказано было Неубо, Бе, Дух Свят, Яка Иисус, Неубо, Бе, Прославлен, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 39 стих В сошествии Святого Духа поставляется в зависимость От прославления Сына Божия. Почему так положено в Совете Бога Трипостасного Об устроении нашего спасения? Поклонимся предтаинствам всем и довольны с нас. Матфей, 11 глава, 12 стих Почему Господь сказал, что со времени Иоанна Крестителя Царствия Божия будет браться с силою? А до Иоанна разве оно бралось не с силою? Ответ Браться с силою перевод не точен, ибо с силой в божественных порядках ничего не возьмешь. Славянский перевод точнее Нудится с нуждой, с самопринуждением, с напряжением сил ищется. Греческая нудится то и значит. Мысль же к царствию протискиваться, как протискивается сквозь тесную толпу. На практике так и есть. Самопринуждение, самопротивление, неотъемлемые черты искания спасения царствия Божия. И только те, кои и таковы, достигают царствия. Льготно оно никому не дается. Почему это со дни Иоанна? Или как в другом месте после закона и пророков можно не искать, сознавшись в бессилии, объяснить это? Выпуск 2, письмо 360, страница 230-231. Всего доброго, дорогие друзья. До следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok